Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-клинической сети Елена Зинатулина. И мы поговорим о прикреплении к медицинскому учреждению. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Скажите, для чего вообще необходимо прикрепляться и как это сделать? Ну, как это сделать, мы попозже обсудим. Да, вот для чего это необходимо? Ну, вообще, да, у нас что такое вообще прикрепление, для чего это нужно? Ну, все хотят получать медицинскую помощь. У нас медицинская помощь делится в поликлинической особенной службе, делится на экстренную и неотложную помощь, и плановую помощь. Ну, плановую помощь, диспансеризация, осмотр русских специалистов, диспансеризация, сдача анализов крови, прохождение МРТ или УЗИ, любую лабораторную диагностику, инструментальные методные исследования. Вот это называется плановая медицинская помощь. И чтобы пациенты ее получали, нужно прикрепиться к какой-то медицинской организации. Любой житель нашей страны по закону, по федеральному закону 323-му и по приказам из здраво-российской федерации, по прикреплению 406-му, имеет право выбора любой медицинской организации. Одной медицинской организации. Они подают заявление, значит, и наблюдаются в течение года на год в этой медицинской организации. Там, где они прикрепились, они и получают ту необходимую медицинскую помощь. Но обязательным условием, вот как бы наши жители, да, пишут заявление, но самое главное, чтобы страховой тот медицинский полис, который позволяет им получать бесплатную медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий, нужно, чтобы этот был полис нашего региона, Московской области. То есть нужно не только прикрепиться, подать заявление на прикрепление, но и самое главное, поменять, значит, страховую медицинскую организацию на регион, чтобы была страховая медицинская организация Московской области. Прикрепление нужно, иначе тогда мы только будем оказывать, если прикрепления нет, мы только оказываем экстренную и неотложную помощь. Она оказывается всем жителям. Вот в период ковида, когда у нас был ковид, нам обращались все жители, у нас сейчас даже по переписи даже больше до 300 тысяч человек, и если эти жители обращаются экстренно или неотложно, эта помощь оказывается даже если и не прикрепленным гражданам. А какое количество прикрепленных сейчас? Сегодня на нашей Витненской больнице прикреплено 160 тысяч человек. Это в два раза почти меньше, чем тех жителей, которые у нас проживают в нашем Ленинском районе. Поэтому мы очень бы хотели, потому что помощь хотят получать жители, и, наверное, удобнее, когда они проживают на своей территории и прикрепляются к нашей медицинской организации, и получают всю плановую медицинскую помощь в нашей медицинской организации. А скажите, что зависит от количества прикрепленного количества населения к медицинскому учреждению? За каждое сегодня прикрепленное население наша больница по подышевому финансированию получает 195 рублей. На это сформировается вот этот фонд, так скажем, который у нас и распределяется. На наш фонд заработной платы, наших сотрудников за ту оказанную медицинскую помощь, на расходный материал, на содержание, на коммунальные услуги, на содержание транспорта. Вот эти все расходы уходят. Конечно, самое главное, наверное, что это зависит от нашей штатной численности наших докторов. Чем больше прикрепится, тем больше нам будут выделяться именно прикрепиться с сменой региона страхования медицинской организации. И нам будут, Минздрав утверждает уже штатные единицы и вводит дополнительные ставки, что позволяет нам принять новых докторов. Поэтому, когда говорят жители, что у нас очень много 300 тысяч, конечно, у нас штатное расписание количества наших докторов не соответствует. Оно идет у нас на наше население, которое прикреплено на обслуживание именно нашей медицинской организации. Ну, теперь наши зрители, я думаю, поняли, насколько важно прикрепляться. И теперь расскажите, что для этого нужно и как это сделать. Способы прикрепления, во-первых, жители в любую медицинскую организацию, структурные наши подразделения прикрепиться, наверное, было бы удобнее. Это в территории проживания, то есть это развилка в развилку, там совхоз, это в совхозе, да, в городе, детская или взрослая поликлиника. Но, тем не менее, он может выбрать любую медицинскую организацию. Для этого, может, есть два пути. Можно очное посещение поликлиники, можно через портал госуслуг, когда подается заявка. Но даже если подается заявка, мы все равно, у нас отрабатывается, связывается оператор наш с пациентом. Пациент все равно должен принести очный документ, а ксерокопия паспорта поля сояснился. И самое главное, чтобы страховая была медицинская организация Московской области, чтобы там стояла печать Московской области. Документы, значит, мы оформляем все в базе. Документы отправляются в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Они дают в течение там практически где-то недели, дают нам утверждение, что данный пациент закреплен за нашей медицинской организацией. А то у нас есть такие случаи, когда пациент, к сожалению, выпадает, и он не считается прикрепленным, потому что он, допустим, в городе Москве закреплен. Поэтому идет проверка через территориальный фонд обязательного медицинского страхования. У нас во взрослой и в детской поликлинике уже работают представители страховой медицинской организации САГАС, куда могут обратиться пациенты и поменять страховой полис на наш регион. И последний уточняющий вопрос. Если человек, допустим, захотел прикрепиться, но ему он уже знает, что нужно обратиться к какому-то врачу, он может в этот же день прийти, подать заявление и сразу же пойти на прием? На неотложную помощь, как я сказала, да, может. На плановую, к сожалению, нет, потому что вначале нужно все-таки сделать прикрепление. Отработка вот этого самого прикрепления, утверждение именно в территориальном фонде ОМС. То есть вопрос не только к нам прикрепиться, к нам мы прикрепляем, мы вносим в базу, эта база направляется, весь пакет документов направляется в территориальный фонд ОМС, когда он нам подтвердит, что наш этот пациент все прикреплен, в данном случае после этого в течение недели. В течение недели он уже может записаться на плановую медицинскую помощь. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и донесли эту ценную важную информацию. Я напомню, что у нас в гостях была заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторной клинической сети Елена Зинатулина.